Добрый вечер! Информационные приоритеты первой недели сентября вам представит программа о главном в студии Александр Антонов. Конечно же, главным событием недели стал День знаний. Кто-то взгрустнул от мысли, что лето ушло, а кто-то с радостью пошел в школу. Речь, несомненно, о первоклассниках. Их в этом году более 13 тысяч человек. Они были в центре внимания. Им и их родителям предстоит непростой образовательный марафон. Всего же в Архангельской области более 121 тысячи юных северян начали учебный год. 35 тысяч учеников пришли в классы школ столицы Поморья. В День знаний не обошлось и без сюрпризов. Ветераны полярных конвоев из Великобритании побывали на первых уроках в школах Архангельска. По традиции, 1 сентября прошел на празднично-веселой ноте. Более рабочая тональность пришла в учебные классы к концу недели. Канюкулы позади, впереди первая четверть, а у студентов семестр. Представители высшей школы также начали учебный год. Двойной праздник 1 сентября пришел в село Кехта Холмогорского района. Там открыли новый детский сад. Он позволил закрыть проблему с очередностью в местной дошкольной организации. Слово Виктору Кузнецову. Этот праздник для всех жителей деревни. Открытие нового детского сада ждали с нетерпением долгие годы и взрослые, и, конечно же, дети. И вот торжественное открытие дошкольного учреждения на 45 мест состоялось 1 сентября, как и положено, с началом нового учебного года. Под стать и подарок от имени главы региона в детсадовский музей часов. Уважаемые коллеги, пусть они отмеряют только счастливое время для вас, для ваших детей, для родителей этих детей. Строительство детского сада началось в 2014 году. На эти цели из областной казны было выделено 52,5 миллиона рублей. Еще 3,5 миллиона региональное правительство направило на оснащение детского сада необходимым оборудованием. И сегодня новый детский сад «Золушка» похож на волшебный дворец, который приглашает детей и взрослых в мир сказки. Еще не все посмотрели, еще садик очень большой, еще не все посмотрели, но впечатление, конечно, для такого, что было раньше, это, конечно, день и ночь. Ну, раньше были садики разбросанные в таких частных домах деревянных, не очень, конечно, уютно было и очень тесно малышам было, а сейчас, я думаю, просторы будет им тут много. Первоочередная проблема, которую решает правительство региона, с вводом новых детских садов обеспечить местами в дошкольных учреждениях ребят в возрасте 3 лет и старше. Строятся они по новым стандартам в соответствии с последними требованиями. За 2,5 года в области созданы тысячи мест для дошкольников, и их число будет только расти. Дошкольные новоселья отмечали не только в Холмогорском районе. Правительство региона вело в строй сразу несколько детских садов. Новые адреса на образовательной карте по морю узнаем у заместителя губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерины Прокопевой. Екатерина Владимировна, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, можно ли подвести первые строительные итоги 2015-го, какие детские сады появились в регионе? Да, уже сейчас можно. Мы 1 сентября открыли детские сады в Котласе, в Коноше, в Холмогорском районе. И в ближайшее время откроем еще в ряде муниципальных образований. Но не могу не спросить, что за муниципалитеты, где эти стройки будут завершены, где дети пойдут в детский сад в ближайшее время? Конечно же, это Бельский район. Сразу же три детских сада до конца этого года встретят малышей. Это Яринск, Ленского района. Огромный детский сад, который тоже с нетерпением ждут все жители этого района. 9 сентября это город Архангельск. Всеми нами любимый детский сад, мы его так и называем, садик на розочке, тоже распахнет почти для трех сотен малышей. Виноградовский район. Еще много-много ряд территорий. Вы упомянули Архангельск. Как в областном центре решается проблема с устройством детей в детские сады? Понятно, что этот город столица по морю, визитная карточка. В Архангельске мы создавали детские сады, не только места в детских садах, не только за счет строительства новых зданий. Но, к чести, надо сказать, что три новых здания за последние два года мы запустили в эксплуатацию. Но еще и обустраивали места дополнительные, перерассматривая те площади, которые уже есть в детских садах. Более полутора тысяч новых мест для детей дошкольного возраста общими усилиями вместе с мэрией мы смогли сделать. Но, я думаю, стоит отметить, что вот такое уплотнение, оно не в ущерб качеству предоставляемой образовательной услуги. Конечно. Вопросы лицензирования образовательной деятельности в обязательном порядке смотрятся. И мы перераспределяем площади в имеющихся зданиях с учетом всех норм и требований. Вот, насколько я знаю, как раз в Архангельске появился детский сад за счет использования такой формы, как государственно-частное партнерство. Вот, как вы относитесь к таким проектам, совместным проектам власти и бизнеса? Ну, за государственно-частным партнерством это вообще-то будущее. Независимо в рамках образования, либо какой другой социальной сферы. Мы ряд детских садов строим в рамках ГЧП, как раз когда инвесторы вкладываются в строительство собственными средствами, а мы затем выкупаем эти площади. Но это одна из форм сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. В будущем мы видим, что строители не просто сделают новые детские сады и передадут его муниципалитету, либо региону, но и им интересно будет организовывать частные детские сады. Для этого у нас тоже предусмотрены все необходимые меры, например, субвенции из областного бюджета для реализации образовательной деятельности в негосударственном секторе. Ну и еще добавлю, что в рамках ГЧП мы сегодня много проектов реализуем и в области здравоохранения, и даже в области социальной защиты населения. То есть бизнесу эта форма интересна и поддержка со стороны правительства она непременно будет? Во-первых, бизнес верит правительству и идет на этих условиях вкладывать со своими инвестициями. Это говорит уже о многом. Но помимо детей больше всего в опеке нуждаются и люди пожилого возраста. Вот если чуть-чуть сместите акцент нашего разговора, что делать сегодня правительство области для того, чтобы социальная защита, что называется, была как броня, чтобы люди были уверены в том, что у них есть поддержка со стороны правительства? Ну, конечно же, трудно не согласиться с вашим аргументом, что вторые по незащищенности это люди старшего поколения. Есть разные категории старшего поколения граждан, те, кто живут дома, и есть те, кто не может жить самостоятельно, кому нужна помощь. Поэтому первое, что мы делаем, это создаем новые условия в наших домах для ветеранов. В этом году мы открыли новое отделение красивое, современное, например, в Плесецком районе. Мы открыли отделение палеотивной помощи в Коряжме. А еще мы реализуем очень важный проект для региона и даже, я могу сказать, для всей страны. Мы впервые в рамках государственного частного партнерства строим новый дом для ветеранов на левом берегу Северной Двины. Это бывшее здание поликлиники железнодорожной, которое инвестор выкупил, делает новые комфортные помещения для проживания старшего поколения, современное. И мы из регионального бюджета готовы будем оплачивать пребывание граждан в этом пансионате. Ну и, конечно же, мы очень трепетно относимся ко всем мерам социальной поддержки. Я хочу сказать, что никакие волнения людей по поводу уменьшения или отмены каких-то мер социальной поддержки, они не оправданы. Все очень взвешено и в том объеме, в котором нуждаются люди. Ну и, конечно же, когда мы говорим о защите старшего поколения, мы сегодня рассматриваем вопросы, которых очень волнует. Это меры оказания медицинской помощи. Совсем недавно мы открыли в Архангельске же новое отделение поликлиники первой. Как раз удобное для посещения, прежде всего, людей старшего возраста. Новые формы работы, проект «Шаг навстречу» и много других проектов. Спасибо большое. Акценты масштабной работы по развитию системы образования по морю расставила заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерина Прокопьева. Госуслуги становятся ближе. Сегодня в Архангельске на улице Галушина 21, корпус 1 открылся многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в округе Майская горка. Госуслуги меняются, чтобы работать эффективно. Такова концепция многофункциональных центров. В прошлом году был принят единый общероссийский фирменный стиль МФЦ. Теперь офисы, в которых можно получить государственные и муниципальные услуги, называются «Мои документы». Новый бренд – это не только новое имя и логотип. Это новый уровень доступности, новые стандарты и качество обслуживания. Здесь 15 операторов. Одно окно рассчитано на 5000 граждан. То есть, соответственно, данный центр может обслуживать 75 тысяч населения. И буквально через неделю открывается еще один многофункциональный центр в Верхней Тойме. В октябре месяце появится в Мирном, в Северодвинске. И до конца года мы должны создать 30 отделений многофункциональных центров. О том, что государственные и муниципальные услуги должны предоставляться по принципу одного окна, отмечено в майских указах президента Владимира Путина. По этому принципу будет работать и МФЦ на Галушино 21, корпус 1. Ожидание в очереди, а здесь она электронная, не займет больше 15 минут. Время консультации будет зависеть от требуемой клиента услуги. Идет ли речь об оформлении загранпаспорта или документов на право работать в такси. Очень востребованы услуги Росреестра, пенсионного фонда, то есть получение сертификата, материнский капитал, получение единовременной выплаты по материнскому капиталу. Многофункциональный центр «Мои документы» 14-й в Архангельской области и 3-й в Поморской столице. Два других работают в Ломоносовском и Октябрьском округах. В общей сложности в Архангельске будет открыто 45 окон для приема и выдачи документов. Мы большему количеству людей создаем надлежащие условия для общения с властью, для общения с тем набором услуг, которые власть должна предоставить гражданину. Это комфортно, это объективно, это независимо, это хорошо регламентировано. Все для человека, транспорты и дороги. На этой неделе прошла очередная дискуссионная площадка Ассоциации за развитие Архангельской области. Обсуждались вопросы транспортного развития Поморья. Транспортной стратегии региона пока нет, но развитию транспортного сообщения в Поморье уделяется самое пристальное внимание, в том числе и в программе развития области Игоря Орлова до 2020 года. Предложения в нее звучали и на сегодняшней встрече, на которую организаторы пригласили не только представителей профильных организаций. Так от лица сельской молодежи звучал вопрос о введении льгот на проезд домой для студентов. Наши ребята, которые проживают на сельских территориях, в учебное время проживают в Архангельске. Для них это важно, это доступность дома, это общение с родителями. Даже в летний, зимний, осенний период ребята часто выезжают домой. Стипендии у нас в Архангельской области и в учебных заведениях небольшие, поэтому для них это действительно очень важно. Тема важная – перенаправить потоки молодежи к Отласа, Вельска, учиться в Архангельск, а не за пределы области – в Вологду, Сыктывкар или Киров. Другой вопрос – развитие пассажирского автотранспорта в областном центре. Мы говорили, что действительно надо уходить от пазиков, а покупать автобусы большие, удобные, в том числе для инвалидов. То есть мы говорили о программе «Доступная среда», чтобы люди могли спокойно перемещаться. Мы говорим о том, что действительно надо попросить и для Архангельска реконструкцию железнодорожной площади, то есть чтобы у нас был современный железнодорожный вокзал. Шла речь и о развитии дорожной сети, авиасообщения, водного и железнодорожного транспорта, укрепления связи с удаленными районами области. Вопрос водного транспорта, ведь это архиважно. Мы много говорим об этом, найти правильное решение, так что, может быть, небольшими шагами эту задачу решать, наша совместная идея. Когда речь идет о постановке на учет неучтенных дорог, дорог, которые требуют сегодня даже просто описания и внимания со стороны власти разных уровней. И то, что дороги являются не только ответственностью региональной власти, но и всех муниципальной власти, собственно граждан, поскольку здесь все участники процесса, это тоже очевидно. Какие-то предметные решения всегда очень тяжело обсуждать, потому что речь идет о отработке специалистами, но предложения появились. Приоритетов много. На ближайшие пять лет предполагается удвоить темпы строительства региональных трасс общего пользования. Это более 400 километров автодорог. Будут отремонтированы более полусотни мостов. Необходимо провести инвентаризацию неучтенных дорог. Развитие транспортной инфраструктуры – одна из главных задач в программе действий до 2020 года. Неделя стала знаковой из позиций социальных тем. Впервые в Архангельской области прошел региональный форум приемных семей Поморья. Его литмотивом стало обсуждение вопросов профилактики социального сиротства и изучение опыта по развитию форм семейного устройства детей-сирот. Максим, Слава, Максим, Слава, Антон, Анжела, Дина, Люба. Светлана Корытова перечисляет имена своих детей – двоих родных и девяти приемных. Впрочем, для многодетной мамы слова «приемные» нет. Для нее они все родные. Приемное родительство – это прежде всего большая и ответственная работа. Потому что приемные детки – это особые детки. Они уже в своей жизни прошли нелегкий путь. Каждый из приемных родителей понимает, что он прежде всего должен не только полюбить, но и помочь этому маленькому человечку поверить обратно в жизнь, поверить в людей. Они приехали в Архангельск со всей области. Мужчины и женщины, для которых чужие дети стали родными. За последние три года в Поморье новые семьи обрели 2722 ребенка. Любовь Данилова воспитывает двух мальчиков – шестилетнего Диму и пятилетнего Даню. Детям нужна семья, и поэтому они с нами. И мы все вместе, и они нам помогают жить. И мы им во всем помогаем расти. Главная задача форума приемных семей – всем вместе – опекунам, приемным родителям и органам власти – понять, как уменьшить число сирот в Архангельской области. А значит, как увеличить число тех, кто готов стать для брошенного ребенка новой семьей. У нас в Архангельской области почти 2% детей, которые имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К счастью, большая часть из них – 3700 – уже проживает в семье. Мы один из немногих регионов, которые выплачивают материнский капитал не только в случае рождения третьего ребенка и последующих, но и в случае усыновления детей. Надо сказать, что этот вопрос недавно был поднят при президенте Российской Федерации и поддержан, что такой подход правильный. На этом форуме почти все родители многодетные. Тем не менее, большинство признаются, что хотели бы взять в семью еще детей. А тем временем в Архангельской области 1350 мальчишек и девчонок еще только ждут своих будущих – маму и папу. 3 сентября северяне вместе со всей страной отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата появилась в календаре в памяти о трагических событиях в школе номер один города Беслана. Тогда от рук террористов погибло 334 человека. В этот четверг в Архангельске прошла акция «Память на все времена». Пожалуй, каждому, кто пришел на Афганно-Чеченский мемориал, знакомо жуткое слово – террор. Владимир Прынков, например, 10 лет был начальником отдела по борьбе с терроризмом регионального управления ФСБ. Вместе с милицией мы работали по выявлению незаконного оборота оружия, по выявлению незаконного оборота взрывчатых веществ. Был такой случай, когда была попытка захвата самолета в аэропорту города Архангельска. Мы предотвратили захват самолета. Беслан, Норд-Ост, взрывы в метро и в жилых домах – вот они, скорбные страницы в истории современной России. День солидарности в борьбе с терроризмом стал символом единения государства и общества. Мы против террора. По 12 сентября в Архангельске пройдут встречи и открытые уроки, посвященные борьбе с экстремизмом. Две недели разного рода мероприятий, встречи со школьниками, с молодежью, со студентами, с представителями силовых структур ФСБ, МВД, МЧС, психологами. Ребятам расскажут в большей степени о том, какое поведение должно быть при чрезвычайных ситуациях. После минуты молчания в память о жертвах терактов участники акции отпустили в небо белые шары. Символ душ тех, кто погиб от рук террористов. Память о них на все времена. Архангельск готовится принимать Маргаритинскую ярмарку. В этом году одно из самых ярких событий осени начнется 18 сентября. Заключительное заседание Ургкомитета по подготовке и проведению Маргаритинской ярмарки состоялось сегодня в областном правительстве. Маргаритинка – так архангелогородцы называют любимую ярмарку, которая входит в пятерку лучших ярмарок России. В этом году площадка для торговли и бизнеса развернется в столице Поморья в 14 раз, а ее гостями станут представители 42 регионов России и зарубежных стран – Нидерландов, Индии, Норвегии. Организаторы обещают, в этом году ярмарочные краски не потускнеют. Обширная культурная программа включает в себя концерты, мастер-классы, а также торжества, посвященные столетию Государственного дома народного творчества. В связи с этими большими событиями и при поддержке Государственного российского дома народного творчества уже в шестой раз приуроченные к Маргаритинской ярмарке состоятся маргаритинские смотрины. На этот раз фестиваль будет посвящен детской теме и в нем примут участие лучшие детские творческие коллективы Архангельской области. Это коллективы, которые носят почетное звание народной и образцовой. Деловая же программа делится на четыре блока – обучающий семинар для предприятий торговли по мерчендайзингу, круглый стол, посвященный пивоваренной отрасли и обсуждение вопросов организации общественного питания, а также товарных знаков. Будет рассматриваться вопрос единого товарного знака для местного товаропроизводителя, который будет действовать на территории нашей Архангельской области. Поэтому будет вопрос очень интересный. Туда будут приглашены все заинтересованные стороны, начиная от товаропроизводителей, заканчивая продавцами, и теми, кто будет заниматься рекламой и продвижением данной продукции. Ждут посетители и другие интересные события, необычные презентации и даже интерактивная карта площадок во Дворце спорта, где по традиции свою продукцию представят лучшие производители страны и ближнего зарубежья. С программой Жи Маргаритинской можно ознакомиться уже сейчас на сайте Поморская ярмарка. Такими, на взгляд журналистов Архангельского телевидения, были главные темы этой недели. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин